Сотрудники природоохранной прокуратуры совместно с полицейскими прибыли на место сразу же после звонка жителей микрорайона Семчина, который обнаружил канаву, наполненную отходами молочного производства. Из молока образовался ни много ни мало целый пруд. В конце мая 2016 года Рязанской межрайонной природоохранной прокуратурой было выявлено подпольное молочное производство, организованное гражданином в помещении одноэтажного строения по адресу дома 1Г улицы Школьной города Рязани. Это за перинатальным центром и новым жилым микрорайоном. Производственная деятельность осуществлялась с привлечением персонала трех женщин при использовании оборудования, способного перерабатывать ежедневно тонны молока. Со слов производителя молоко он закупал у населения близлежащих сел. Объемы внушительные от 100 до 1500 литров в неделю. Но приобретаемый продукт, а также готовую кисломолочку, производитель на качество не проверял. В ходе проверки в складском помещении цеха в рефрижераторе было обнаружено творог в количестве 360 кг, масло сливочное в количестве 60 кг, масло топленое в количестве 240 кг, сметана в количестве 10 кг, сыр адыгейский в количестве 15 кг, кефир в количестве 15 литров. Данная продукция была подготовлена к отправке на реализацию. Упаковка готовой продукции не соответствовала никаким допустимым нормам, да и никакой информации о сроке и условиях хранения не содержала. А Роспотребнадзор в ходе проверки выявил, что продукция представляет реальную опасность для здоровья потребителей. Лабораторные исследования, отобранные для исследования молочной продукции, показали, что ее качество не отвечает требованиям безопасности по микробиологическим показателям. В продукции обнаружены бактерии группы кишечной палочки. В 19 из 20 смывах, отобранных с технологического оборудования и рук сотрудников, обнаружены бактерии группы кишечной палочки, которые попадают в готовую продукцию и могут привести к возникновению массовых кишечных заболеваний. Сейчас производство закрыто, продукция изъята. Природоохранная прокуратура провела проверку, после которой подготовила материалы для направления в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.